Новоселковая электричка влетела в рекламный щит и загнала припаркованный внедорожник в дерево. Вечером водитель Toyota Hilux Surf припарковал машину у офиса магазина, расположенного на Воселковой 68, в котором жители города приобретают автоэмали. Вышел из салона сурфа, поднялся по высокой лестнице и зашел в торговую точку. Только приблизился к прилавку, как услышал ужасный грохот и виск колес. Вышел из офиса, увидел его автомобиль мордой торчит в дереве. Рядом с сурфом находилась Honda Insight, автомобиль припаркован преимущественно под лестницей шиномонтажки и тоже торчит в дереве. Мужчина был шокирован, вокруг Honda ходила супружеская пара и женщина с малолетним ребенком на руках. Владелец Toyota поинтересовался, все ли живы и здоровы, а затем спросил человека, который перебинтовал свою руку, как случилась нелепая авария. Раненый оказался не очень разговорчивым человеком, признался, что не вел машину, был пассажиром, чудом выжил. Я за рулем не лову, я не водитель. А вы пассажир получаете, да? Да. Ну хорошо, приблизительно с какой скоростью машина ехала? Я не знаю. Ну тут, судя по тому, как она прилетела в другую машину с высокой, да? Девушка, я не хочу никакие давать. А как, подождите, а как, подождите, щит сносите, какую машину, потом это самое, да? Выяснилось, баранку Honda инсайд крутила девушка, супруга пассажира авто. Гибрид двигался со второй речки в сторону Рудневского моста. Шел по крайней правой полосе. При подъеме в районе дома номер 68 по улице выселковая рулевая авто хотела поменять ряд, но не судьба. Машина вышла навстречку, девушка выкрутила руль, но автомобиль понесло. В итоге Honda сошла с трассы, снесла рекламный щит, а затем влетела в припаркованную у здания магазина автоэмалей Toyota. Воткнула внедорожник в дерево, потом нырнула под лестницу шиномонтажки и там поцеловала многолетнее растение. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась супругу автомобилистки, спровоцировавшей ДТП. Мужчина не стал обращаться в скорую, с ранением справился самостоятельно. Honda и Toyota получили серьезные кузовные повреждения. Обе не на ходу. С документами у рулевого инсайта все в порядке. Владелец пострадавшей Toyota надеется, что выплат по ОСАГО хватит, чтобы восстановить внедорожник. Участники происшествия ожидают прибытия наряда ДПС.